Братья-месяцы По одному из календарей в этот период наступает Карачун, по народному месяцу слову Анфиса-рукодельница. В этот день христиане чтут память святой Анфисы Римской, V век. Весь день 21 декабря полагалось заниматься рукоделием, прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве. На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье – нас глаз, говорили наши предки и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты. С древности орнаменты вышивок на одежде служили в первую очередь оберегом. К таким же оберегам относятся и все украшения – серьги, перстни, браслеты, подвески, ожерелья и т.д. Вышивкой было принято покрывать все отверстия и проемы в одежде – ворот, подол, рукава, чтобы нечисть не пробралась к телу человека. Часто на крестьянской одежде встречались изображения петуха и курицы. Петух на Руси почитался как птица вещая, прогонявшая мрак ночи и приветствующая спасительное солнце. Также часто можно было встретить изображения льва, оленя и коня. Растительные орнаменты были представлены деревьями, которые наделялись магической силой – яблоня, ель, береза, ива, калина – и цветами – тюльпан, роза, колокольчик, ромашка, а также травами и плодами. Излюбленными цветами были красный и белый. Красный цвет не только связывался со всем красивым, но и символизировал и солнечный свет, и человеческую кровь. С белым цветом связывали такие понятия, как невинность, святость и чистота помыслов. Магической силой обладала и вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Ромбические фигуры, часто встречающиеся на ритуальных полотенцах и одеждах, – это символы плодородия, означающие одновременно и землю, и женщину, и растения. Круглые розетки, крестообразные фигуры, солярные знаки, очистительные и охранительные символы. Наши предки верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие. В этот день примечали, если стоит морозная погода, то быть зиме мягкой, но снежной. На улице завывает вьюга или пошел снегопад, то лето будет дождливым. Воробьи начали строить гнезда и таскать разные ветки и мусор, жди через два-три дня лютых морозов. Синицы и другие птицы стали искать укрытие и под крышей прятаться, то вскоре разразится метель. С утра синицы наперебой зачирикали, ночь будет морозной. А еще добавляли. Зимою в юге летом ненастье, зима снежная, лето дождливое. А по одному из календарей в этот период наступает Карачун. Он приходится на день зимнего солнцеворота, отмечаемого в зависимости от года с 19 по 22 декабря. Это самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Карачун в традиции наших предков – бог зимнего коловорота, бог смерти и гибели всего живого. Но, несмотря на столь трагичное его значение, почитается вместе со всеми богами. Смерть – конец. Это всего лишь завершение очередного этапа для полноценного перехода к следующему. Незадолго до зимнего солнцеворота кощный бог окорачивает, то есть завершает, старый год перед рождением нового года и нового солнца на Калиду. Карачун – время сокровенное, особенное, тайноведное, когда грань между явью и навью очень тонка. За три дня до Калиды, символического дня рождения нового солнца, настоящее солнце переходит из одного состояния в другое, и, как считали наши предки, создаются условия для появления в нашем мире навьих существ, обитателей другого мира. В эти дни солнце покидает этот мир, соответственно, наружу выползает все то, что боится солнечного света. Карачун не празднуют, но при его наступлении проводятся специальные обряды для очищения и освобождения от всего ненужного. Это одновременно и время тьмы, и время рождения нового дня. Считается одним из опасных периодов, когда обостряются все проблемы, болезни, распри, но в то же время это наилучший момент для очищения и расставания с отжившим прошлым. Две седмицы докорчена – это пора отдачи долгов, прощения обид, завершения прежде начатых в году дел и освобождения от всего, что уже себя исчерпало. Это время очищения души и тела, когда желателен пост, сопровождаемый чистотой помыслов, слов и поступков. К этому дню тщательно готовились, ведь это начало последующего 12-дневного празднования Калиды. Начиная с этого дня, в доме нельзя ничего делать, подметать и убирать, шить. К вечеру накануне корчена хозяйки обязаны закончить приготовление к празднику, убрать и украсить дом, а также наготовить много яств. Вся семья обязательно ходит в баню мыться, чтобы очистить все свои тела перед таким важным событием. Дни корчена перед зимним солнцеворотом наши предки считали самыми опасными – время Кащеева. На что Кащений взглянет, все вянет, угасает, умирает старое солнце. Подошло время прощаться со старым, отжившим. Прощаться без сожаления, чтобы встретить вновь народившееся солнце и вступить в новый годовой цикл без мертвого груза за плечами. В ночь корчена души пращуров приходят в явь, дабы прознать о том, как живут потомки их – по кривде или по правде. А вы как живете? Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok